Всем привет! На этом видео хочу сделать ответ на вопрос Как же показали себя гнездовья Наши мероприятия по биотехнике Как показалось себя И также Рассказать немного о Скажем так О принципах установки гнездовий Я не буду сейчас на этом видео Рассказать как делать эти гнездовья Потому что Сниму отдельно видео Технологию немножко переработали Изменили Сделали более Скажем Более надежную схему Изготовления гнездовья Опять же это исходя из опытов Европейских Наших коллег Можно так сказать Ну давайте обо всем по порядку Ну и немножко статистики Что касается Конкретно наших гнездовий Которые изготавливали мы И устанавливали На данный момент уже Они стоят Получается третью весну То есть третий сезон Получается что В первый сезон мы выставили Планировали выставить Около двадцати гнездовий Получилось выставить Только десять Во второй сезон Мы выставили Оставшиеся И еще подготовили Новые гнездовья Итого у нас сейчас На данный момент Стоит Шестьдесят гнездовий Ну на Собственно Искусственных гнездовий Как Что хочется сказать По поводу Ну установки Опять же Планировали одно По факту Вышло другое Потому что все же Играет роль Человеческий фактор Это не наша работа Это наше Увлечение И наше хобби Охота на водоплавающие Соответственно Поддержка Среды Охотничьей Да Пытаемся как-то Поддержать это движение Развить это движение Среди охотников По возможности Объясняем Зачем Как И почему Это нужно делать Вот Есть когда сторонники Поддерживают нас Есть также Кто воздерживается От этой точки зрения Вот Кто-то Не согласен с этим Но Всегда Это будет Всегда эти люди Будут Опять же Каждый считает Что он идет Правильным путем Мы тоже самое Считаем Что идем Правильным путем И по большому счету Нам Четкая статистика В принципе Она как бы Ни к чему Приведу вам Простой пример Я сам Рыболов Да Есть Фанаты Прямо До рыбалки Которые Занимаются Зарыбливанием Водоемов Где они рыбачат Выпускают туда Малька Без Четкого представления Сколько из этого Малька Вылупится Ну Доживет Как бы До половозрелого возраста И И принесет Еще потомство Никто это не считает Это может окупиться Там через 5 Через 7 лет То же самое В принципе и здесь Мы выставляем Эти гнездо И Работаем Как бы на перспективу То есть В будущем В ближайшем Скажем так Возможно Что в этих угодьях Будет Популяция Водоплавающей Намного больше В частности Это криковая утка Потому что Эти гнездо В основном Делаются Для криковой Утки Что касается Так же Искусственные Нерестилища Когда Рыбаки Делают Они не смотрят На то Сколько там Отнерестилась Рыбы Просто Это В процессе Следующих лет Может Принести Положительные Плоды Соответственно И мы То же самое Делаем В данном случае Мы это делаем В своих угодьях Где наиболее Чаще всего Охотимся Сейчас я запустил Некий Такой Небольшой Проект Это В группе Я дам ссылку К видео В описании Есть группа Фейсбук Клуб Российских Охотников На водоплаву Еще так же Она есть В контакте Эта группа И в рамках Этой группы Я сделал опрос По Созданию Искусственных Гнездовий Кормовых Столиков Кому это надо Зачем Как бы И кто готов В этом поучаствовать Поучаствовать Как физически Помочь Своими руками Так и Финансово Скажем так Потому что Дело это затратное Когда мы Начинали делать Свои гнездовья Скажем Вот этих Приблизительно На вскидку Только на материал И изготовление Ушло у нас Около 20 тысяч рублей На 60 гнездовий Это плюс-минус Я как бы Прикинул Не Беря во внимание Расходы на транспорт На дорогу На проживание Жилье Потому что Это все было Жилье было бесплатно Мы жили В моих Скажем Угодьях Да Что касается Питания Это как бы Брали сами Кто что может С собой Да В перспективе Мне конечно Хочется проводить Это мероприятие Скажем В рамках В масштабах Всей России Скажем Да Если На той Будет как бы Возможность Во-первых Финансовая поддержка Это в первую очередь Потому что Это наверное Первая составляющая Да Которая Может Подтолкнуть На все это То есть Если будет Возможность Приобрести материалы Будет возможность Взять там Машину грузовую И приехать на место Там все это изготовить И будет где жить То можно делать Эти гнездо В любом хозяйстве Охотничьем хозяйстве Не только там Где мы охотимся А где Ну Где есть Водно-болотные угодья Можем выставлять Ну и естественно Как бы С последующей отдачей В плане того Что Там уже Егерский состав Или группа местных Активистов Клуба Российских охотников Будет Следить за этими Гнездовьями Поддерживать их Потому что Необходимо это делать Каждый год Ну и какая-то Статистика По заселяемости Тоже должна возвращаться Но это вот В плане В перспективе Кому интересно Могут перейти По ссылкам Я их внизу Напишу Почитать Высказать свою точку Зрения На этот вопрос Я сейчас Не говорю о том Что вот Переводите деньги Ко мне на счет И мы будем их собирать Там Выезжать Строить Эти гнездо Это вот Пока На режиме На этапе обсуждения Все идет Если это Примет Такую широкую огласку Возможно Что В будущем Это будет Какая-то Может быть Федеральная программа Не знаю Потому что Надо как-то Делать Не только Как бы Брать у природы Охотиться И потреблять Необходимо Пытаться Возвратить туда Что-то Опять же Сейчас сложная Очень ситуация Много людей Сторонников Запретить охоту И На этом фоне Как бы Это Будет Только Играть Положительную Роль Нам Охотникам На водоплавающих Фанатам Этого Дела Скажем так Вот Что касается Наших Гнездовий Которые мы Выставили Схема Изготовления Гнездовий Была применена Не самая Лучшая Материал Был использован Максимально Дешевый Чтобы упростить Конечно Затраты Уменьшить затраты И упростить Схему Изготовления Потому что Это делалось Грубо говоря Все на коленке Но уже Есть Отработанные Схемы Проверенные Схемы Гнездовий Которые Действительно Работают Мы Немножко Не соблюли Внутренний Диаметр Посадочного Гнезда Соответственно Не каждая Утка Может Туда Загнездиться Во вторых У нас Крепление Самого Гнезда К Основанию Стойки Не Такое Как бы Надежное И некоторые Гнезда У нас Ломались Под весом Мокрого Снега Потому что гнездо Очень большое Размером До метра Метр Длиной Соответственно Нагрузка На ось На этот узел Крепления Большая И Если снег Копится С одной стороны Просто его Ломало Гнездо У нас Во второй год Очень было Много Поломанных Гнезд Это Где-то Процентов Наверное Сорок Было сломано Гнезд Потому что Опять же Исходили Из дешевизны Этой конструкции Но как практика Показала Что не надо Экономить на материале Надо делать Вещи Качественно Надежно И тогда Она будет Служить Много Много Времени Соответственно Это все Сварное И Сейчас я не буду Останавливаться На схеме Я сниму Отдельно Видео С изготовлением Нового Проверенного Временем Гнезда Которые Используют Англичане У меня есть Друг Эндрюс Тодд Он Живет В одном Из городки Англии Мы с ним Переписываемся По этому вопросу У них есть Уже накопленная Статистика Годами Процент Заселяемости Вылупляемости Соответственно Я немножко О ней Тоже Позже Расскажу Но Вот Возьмем Их Скажем Методику И применим В наших Угодиях Потому что Угодия Практически Те же Самые И утка Та же Самая Зак Риковая По большому Счету Как бы Могут Селиться В эти Гнезда И другие Виды Уток Но Вот Преимущественно Это Кряква Что касается Нашего Процента Заселяемости Исходя Из того На данный Момент У нас Два Гнезда Была Занята Криковой Уткой Удалось Это Только Обнаружить Уже В конце Сезона Ну Соответственно Когда Стал Лед Когда Была Возможность Добраться До Самих Гнездовий Потому что Гнезда Стоят В болотистой Местности И Опять же Играет Человеческий Фактор Необходимо Добираться До места Идти Не всегда Есть Время Выбраться В угоде Проверить А это Делать Необходимо Вот Пытаемся Тоже С этим Как-то Наладить Работу Чтобы Была Проверка Не только Просто Выставили Гнездо И там В конце Сезона Приехали На Снегоходе Заглянули Ага Есть Скоролпа Нет Скоролпы То есть Это Не показать Нужно Делать Фотографии Уток В гнездовье По хорошему Англичане Даже Кольцуют Подъезжают Аккуратненько Гнездовье На лодке Из двух Сторон Ставят Сачок Ловят Утку Кольцуют Выпускают И Она Опять же Проверяют Яйца На Если Там Пустышки В яйцах Есть Специальное Такое Устройство Прислоняешь К яйцу На свет Смотришь И видно Зародыш Есть Или Нет Это Все Они Проводят То есть Очень Огромная Работа У них Проделана В этом Направлении Опять же Есть Сторонники Есть Противники Этого Мероприятия Но Мы Относимся К первым Мы Сторонники За это Мероприятие И будем Это делать Несмотря На какие Статистики И результаты То есть Это наше Хобби Наше Увлечение И мы Всячески Будем Помогать Угодьям По Разведению В них Чтобы Больше Было Криковой Утки В угодьях Как я Говорил В дальнейшем Конечно Хочется Это делать И в других Угодьях В тех Где Больше Всего Прессинг Охотников Идет Соответственно Там Нужна Хороший Процент Выводков Уток А так же В тех Угодьях Где Наиболее Благоприятные Места Вот Если взять Там Ту же Самую Подмосковью Это Шатура Очень хорошо Подойдет Под это Дело Так же В Владимирской Области Есть Как бы Интересные Места Будем Пробовать Делать По силе Возможности Везде Что касается Наших гнезд Я вам сказал Да То что у нас Два Гнезда Было занято Это уже Процент То есть Это из 60 гнезд Три процента С копейками Получается Если у нас Три гнезда Из 60 Это 5 Процент Ну да Три С копейками Получается Процентов Но я вам Хочу сказать Что у нас Эти гнезда Стоят Вдоль Береговой Линии На Протяжении Один километр 400 метров По навигатору От края До края Я засекал А общая площадь Водоема Где они стоят 97 квадратных километров Представляете Огромный Такой водоем С разнообразной Береговой линией Заболоченной С разными Берегами С тростниками Представляете Какой-то мизер У нас сделан В общем В общей Как бы Не знаю Эта иголка В стоге сена Нами сделана Поэтому Каждый охотник Если там Сделает 2-3 гнездо И выставит Своих угодья Это уже будет плюс Как бы Уже Какая-то пойдет Статистика Об этом Можно Как бы Тут целая Научная работа На самом деле Что же касается Вообще Сейчас я Попробую Вставить картинку В видео Остановлю Сейчас запись И Поставлю Небольшую Картинку Для того Чтобы показать Вам статистику Наших европейских Ну в данном случае Англичан По проценту Заселяемости И так У вас сейчас На экране Должна будет Появиться Картинка На этой картинке Вы Увидите Три Значит Ряда Колонок Разных цветов Три цвета Здесь Это Сейчас на это Не обращаем Внимания А смотрим Вот На цифры Которые Показывают Показаны Черным шрифтом В правом Верхнем углу Где у нас Стоит 1,3,16 И В фигурной Скобке Стоит 434 309 71 33 Что это значит Значит Один Это Один сезон Вернее Одно Водноболотное Угодье Было Использовано Три Три Сезона Значит За три Сезона Статистика Собиралась И 16 Гнезд Было Выставлено В этих Угодьях На выходе У них Получилось 433 Яйца Утки Отложили 309 Утят Вылупилось Это 71,33 Сотых Процента Соответственно Это Статистика Не На 16 Гнезд Так как Утка Делает Не один Выводок В сезон А несколько Выводков При благоприятных Условиях Соответственно Я разговаривал С этим человеком Кто делает Эту таблицу Он Сказал Что это Количество За Утка Делает В одном Гнезде Как правило Два Выводка В сезон И Поэтому Такие Цифры Получаются Если Смотреть На колонки Это По годам Все Прекрасно Видно Синя У нас Колонка 2012 Год Красная 2013 Зеленая 2014 Год Соответственно Во всех Рядах Оно Это И Значит Первый Ряд колонок Это у нас Отложенные яйца Второе Это у нас Вылупленные утята А третье Это соответственно Проценты То что мы сейчас Смотрели В общих Чертах Оно Сейчас Здесь Показано С разбивкой По годам Синяя Соответственно 2012 144 Было Отложенные яйца 102 Утят Вылупило 71% Составляет Процент Вылупляемости Ну и так И далее 138 Было Отложено Яйца 95 Было Вылуплено Утят И 69% Это соответствует Сейчас я убираю Эту картинку Если кому надо Поставьте на паузу Посмотрите Вот И продолжим Дальше Как бы Немножко еще поговорим По поводу Самих гнездовий Да Вот Убрал картинку Значит Что касается Установки Да Самих гнездовий Очень много нюансов Я слышал информацию Что люди тоже Выставляют Гнездовья Но результата нет В первую очередь Это Нужно понимать Что это работает Не в первый год Я разговаривал Опять же С этим человеком Чья табличка Сейчас была Кто Занимается Активной установкой Гнезд в Англии Соответственно Он сказал Что результат Приходит на второй Третий год После установки Утка привыкает К этим гнездам Необходимо Постоянно их поддерживать Не забрасывать То есть Вы выставили гнездо И не значит Что у вас там 50% Сразу в первый год Будет заселяемость Нет Важно поддерживать их Каждому сезону Обновлять Траву Где если она Выветрилась Утеплитель И подновлять Само гнездо Внутри Для кладки Травку Всегда это нужно делать Соответственно Если это Постоянно Выполнять И следить за этим То и появится Как бы результат Важно Не просто Для галочки А у нас Стоят там Гнездо Как солонцы На лось Для лося Построено А соли Нет Смысл Нет смысла Для галочки Просто Так же и с гнездами Нужно постоянно Следить за ними Обновлять Подновлять Как бы контролировать Весь этот процесс Очень важно По установке Есть уже Определенные критерии Установки Гнезда Как его поставить Относительно Солнца Относительно Ветра Преобладающего В данной местности Относительно Береговой линии Как поставить В каком месте Поставить Если эти условия Выполнять То процент Соответственно Заселяемости Будет гораздо выше Я сейчас Об этом Не буду говорить А наверное Сниму еще одно Видео Где Непосредственно Сделаю гнездо Вот по тому По той схеме Которая Сейчас на данный момент Будет отработана Уже отработана И будет применяться нами И там Дам Несколько Положений Как бы По установке Такая небольшая Методическое Видеопособие Будет по установке Гнезда На данный момент Оно считается Самым таким Оптимальным И Если при Установке Использовать Все эти Рекомендации То процент Заселяемости Будет намного Выше Я просто Слышал Что где-то Там выставили Пять тысяч Где-то Три тысячи Гнездоев Какой-то Из областей Нигде Циферных Никаких Показателей Нет Как выставляли Кто выставлял Охотники Что за гнездоев Как их делали Просто Испортить статистику Сказать Вот выставляли А результата Ноль Достаточно Просто сделать Неправильно Гнездоев Хоть их Десять тысяч Выстроить Не будет Заселяемости Если ты сделаешь Такое Отверстие Какая-то Утка Залетит Мы делаем Не дуплянки Не гагалятники А делаем Именно Скрученные Гнездоев Для Криковой Утки Хотя В перспективе Можно делать И гагалятники Выставлять И гагалятницы И делать Кормовые Столики Но опять же Кормовой Столик Это тоже Самый Солонец Сегодня Корм Есть Его съели Он дальше Стоит Просто для Мебели Нужно Кто будет На местах Следить За этим Наверное Я закончу На этом Своё видео Всё вы Прекрасно Поняли Всё увидели Мы Не остановимся Перед Трудностями Будем пытаться Это движение Развивать И Запускать В массы Если У вас Какое-то Есть мнение Своё Пишите Каждый человек Вправе Думать По-своему Мы Думаем Так У нас Есть Небольшой Костяк Кто Делает Эти Гнездо Присоединяйтесь К нам Ссылки К видео Будут Вернее Ссылки В описании Будут К видео Всем пока До скорых Встреч Сезон Охоты Близок